всем привет 17 января среда давайте посмотрим что у нас происходит с кроссами анализировать будем их только на основе зон маржинального обеспечения и так поехали евро фунт достаточно давно у нас уже тенденция нисходящая основная после закрепа ниже вот этой зоны 1 2 можем с вероятностью 70 процентов но 60 70 где-то по кроссам такая статистика до сказать о том что это импульс ожидаем коррекцию в область самых выгодных цен на продажу здесь желательно найти паттерн и пытаемся продавать в сторону недельной контрольной зоны вот этот паттерн мы с вами еще рисовали на той неделе в принципе уже третьи сутки можно сказать цена находится в потенциальном месте для точки входа до стоп за шпильку вот эту от 12 января и пытаемся работать вниз на обновление минимумов и до недельной контрольной зоны пока ничего не поменялось пока работаем именно так евро против иены среднесрочная тенденция у нас восходящая это у нас идет импульс все что идет вниз эта коррекция и работать мы должны к нашим следующим среднесрочным целям это золотая недельная контрольная зона котировки 136 945 давайте-ка я сейчас проверю правильно ли я ее построил 136 945 да все правильно поэтому работаем именно по этой тенденции целимся именно туда один раз у нас уже была возможность зайти в сделку то есть 15 января у нас был тест зоны 1 4 те кто умудрились здесь скачать поздравляю внутри дневные цели взяли среднесрочные обязаны держать сейчас опять заскочили в область самых выгодных цен на покупку в ходе вчерашних торгов даже паттерн здесь на достаточно неплохом таймфрейме нарисован то есть это если брать развернутый масштаб это бит таймфрейм h2 но может быть да немножко поздновато и об этом говорю но как раз таки от четвертинки с таким стопом вот сюда первый тэйк сюда второй тэйк может быть чуть пониже для того чтобы соотношение хотя бы один к двум было необходимо было входить позицию сейчас непосредственно с текущих новых сделок открывать не рекомендую единственный вариант у нас поработать опять же по этой тенденции это будет только в том случае если мы выбьем вот этот стоп по первой сделке и постараемся от 1 2 точно так же поработать и поторговать на покупку это единственный вариант который можно использовать для инструмента евро иена на сегодня может быть даже на завтра евро против канадского доллара так закреп произошел у нас выше зоны 1 2 10 января следовательно все что у нас идет вверх это импульс все что идет низ это коррекция 123 раза мы уже заходили в область самых выгодных цен на покупку каждый раз из этой области мы достигали как внутри дневных так и среднесрочных целей здесь внутри дневные среднесрочные цели наверное вот здесь мы еще зашли только внутридневные цели достигли среднесрочными целями у нас является недельно контрольная зона серого цвета давайте мы и продлим посмотрим ее котировки 1 53 457 это у нас среднесрочная цель внутри дневная цель естественно обновление максимум от четвертинки от половинки работаем на покупку четвертинка 152 26 половинка 15163 все по традиции отсюда покупаем смотрим далее фунт против иены у нас произошла смена тенденции произошла она в ночь с 12 но вернее с по закрытию пятницы получается у нас вот это движение все стало импульсом вот я себе поставил не отработку цели следовательно все что у нас теперь идет вверх это у нас импульс и все что идет низ эта коррекция обязаны на откатах пытаться поработать вверх паттерн сходу есть уже это паттерн в нужном месте четко на четвертинки называется двойное одно и только сейчас мы перебили максимум по этому паттерну если прямо вот здесь сейчас выставить лимитку для любителей кроссов предлагаю поработать именно так те кто сидят сделках у нас по инструменту фунт иена до держите те кто ну на покупку те кто в продажах стоит задуматься о том не прикрыть не прикрыть ли ваши продажи потому что цена может пойти достаточно далеко наверх цели 154 009 второй вариант если вот этот момент не отработается и мы все-таки обвалился половинки все равно пока работаем именно вот таким образом из вариант 1 вариант 2 работаем именно так канадец против йены если бы я торговал кроссы я прям непосредственно сейчас вошел сделку на продажу почему тенденция долгосрочно среднесрочно у нас вниз уже идет достаточно давно более того уже раз два три 4 5 дней мы тестируем область самых выгодных цен на продажу и можно даже вот если как-то под напрячься туда же придумать какой-то вот такой паттерн да то есть вот она разворотная модель вот у нас был контрольный минимум вот сюда если поставить стоп вот сюда мы ставим первый тейк и второй тейк на недельную контрольную зону котировки 88 204 можно непосредственно отсюда продавать вариант номер два естественно попытаться поработать у нас вот получается зона 1 2 то есть мы сходим сюда на откате пойдем работать из варианта вот они оба оба интересного бы неплохие можно пытаться работать audi против канадца среднесрочная тенденция у нас идет лонговая все что идет вниз это импульс мы внутри дня можем корректироваться против этого импульса один раз два раза ну и сейчас ожидаем третий раз коррекцию в область самых выгодных цен на покупку вариант работы у нас идет о четвертинки от половинки вверх котировки четвертиночки верхняя граница 0 98 95 половинка 0 98 636 целями является внутри дневными обновления текущих максимумов то есть максимумы сегодняшнего дня и среднесрочные 0 99 713 здесь здесь ищем паттерн смотрим далее audi и на находимся в области самых выгодных цен на продажу неплохо смотрятся продажи непосредственность текущих опять же я эти паттерны все вижу уже не вооруженным до глазом но многим трудно их увидеть трудно определить паттерн вот он максимум 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 последовательно повышающиеся максимум минимум 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 последовательно повышающиеся минимум в какой-то момент мы перебиваем последний минимум всего восходящего движения неплохой сигнал для того чтобы уже начинать искать точки входа на продажу если мы дали откат если здесь на мелком time еще мы можем найти какой-то паттерн стоп естественно Безопасно сюда, тейк, сюда и сюда. Основными целями является недельная контрольная зона 87.087. Здесь котировочки, в принципе, видно и так. То есть вот такие два варианта работы я предлагаю поработать на сегодняшний день. Ауди против новозеландцев. Среднесрочная тенденция у нас восходящая. Закреп выше зоны 1 и 2 уже привел к достижению первых целей. Мы достигли недельной контрольной зоны. Сейчас есть явная реакция на откате. Можем попытаться и далее работать вверх к нашим следующим среднесрочным целям, которые являются у нас... Что это у нас? Золотая недельная контрольная зона получается. Давайте проверим правильность ее построения. Да, все по марже было построено до этого правильно. Значит, котировка 1.10610. Это наша первая среднесрочная цель. Откуда покупаем? От четвертиночки. 1.09647 от половинки. 1.09285. Половинка смотрится так более интересно. Обратите внимание на то, какие здесь были. Ну, достаточно интересная проторговка. Да, вот мы в этом месте довольно долго вот так стояли, стояли, стояли. То есть, если опустимся сюда, неплохо смотрится. Именно по соотношению стопа к тейку. Далее смотрим. Евро-Ауди. Ищем здесь паттерн. Среднесрочная тенденция у нас, в общем, восходящая. Целями этой восходящей тенденции в настоящий момент является нижняя граница недельной контрольной зоны золотого цвета 1.55267. От максимума в область самых выгодных цен на покупку тестируем. Возможно, уже могли получить какой-то стоп, если вот по такому глубокому паттерну могли поработать. Да, здесь где-то попытаться войти в сделку. С целями сюда, с целями сюда. Предполагая, что нас отстопило. Да, теперь вариант номер 2. Номер 2. Давайте попытаемся его нанести. Пока у нас все это дело выглядит как импульс, коррекция. А здесь мы минимумы не обновили. Импульс. Нету паттерна. Для того, чтобы искать паттерн на вход, на покупку необходимо перебивать вот эти максимумы. Поэтому я для покупок буду ждать следующего. После вот этих максимумов. Мне нужно обновить минимумы. Возможно, еще даже обновить минимумы. Вот этот вариант. Он самый, конечно, не малозбыточный. То есть, прям вот так все красиво нарисовать. Но это единственный вариант, по которому я бы поработал с этим инструментом. Половинка у нас 1.53.234. Обращайте внимание на эту котировку. Отсюда можно стараться купить этот инструмент. Доллар против шведской кроны. Здесь у нас идет тенденция нисходящая. Первую цель взяли. В понедельник вторую цель взяли. Третьей целью у нас является верхняя граница недельной контрольной зоны серого цвета. Котировка 7.94.457. Мы уже находимся в области самых выгодных цен на продажу. Понятно, что вот такое вот сильное движение. Импульсное вниз. Если вот здесь уже где-то заскочили. Но обязаны сейчас прям закрываться. Эти безубытки. Крыть или там небольшой убыток. Потому что вероятность обновления этих максимумов очень большая. Чего буду ждать я? Теста 1.2. Здесь поиск разворотной модели. И отсюда уже с хорошим потенциалом поработать вниз есть возможность. Поэтому граница 1.2. 8.07.651. Отсюда метимся на продажу. Евро против швейцарца. Здесь у нас что идет? Среднесрочная тенденция восходящая. Пытаемся покупать этот инструмент. Сейчас находимся в области самых выгодных цен на покупку. Если так за уши притянуть. Хотя что притягивать. Это у нас какой-то большой тайм. Давайте M30 перестегнем. Переключим. И здесь в принципе можно попытаться поработать по такому паттерну. Можно. 1.2.3. Откат и поход вверх. Все. Вот на этот инструмент обращаем внимание. Неплохое место для покупки. Целями у нас является обновление максимумов 1.18.330. И недельная контрольная зона желтого цвета 1.19.0.14. То есть нижняя граница этой зоны. Это наша среднесрочная цель. Работаем. Пытаемся работать именно так. Швейцарец против Йены. Здесь насколько помните мы. Вообще очень плохой инструмент. С точки зрения зон вообще у него статистика ужасная. Но если поработать четко по четвертинкам и половинкам. То есть неплохие интересные моменты. Обратите внимание. Закрепа выше четвертинки не было. 1.2.3 дня мы находимся непосредственно на этой границе. Стоим. Долбимся. Ждем. Выше не идем. Единственный вариант работы для себя сейчас. Вижу вот такой. Перебиваем минимумы. Вот эти вчерашнего дня. И на откате пытаемся работать вниз. О покупках пока этого инструмента не думаю. Смотрим. Именно вот так работаем. Цели 113.557. Фунт против Швейцарцы. Нисходящее движение. Работаем вниз. Цели достаточно далеко. Потому что мы только-только протестировали. Получается. Вот здесь недельку. Поэтому давайте смотреть вот эти цели. 1.29.644. Это первая среднесрочная цель. Если у нас до цели достаточно так 200-300 пунктов. В принципе поработать вот с таким стопом пунктов 60-70. То есть непосредственно с текущих можно пытаться искать точку входа на продажу. Какой-то здесь паттерн. Можно разглядеть. 1.2.3. В рамках уже отбоя от недельки. Такой откат. Поход вниз. Вот мне нравится такая мысль. Такая идея. Если у нас растется будет неплохо. То здесь давайте нарисуем конкретно вот такая у нас сейчас мысль мысля. Можно попытаться работать именно так. Доллар против норвежской кроны. Находимся в области самых выгодных цен на продажу. Тенденция у нас уже среднесрочная. Можно сказать долгосрочная тенденция. У нас шортовая. Собрали 1.2.3.4.5.6.7 цель. Сейчас мы метимся к ней. Откаты, понятно, были не везде. Здесь было трудно войти. Но вот сейчас неплохо смотрится вход в сделку на продажу. Опять же, без паттерна можно попытаться с текущих заскочить. Потому что смотрите, проторговка в течение двух суток в достаточно узком диапазоне. Поджатие, выход вниз. То есть варианта сейчас два. Либо, понимаете, это может быть ложный пробой. Который, в принципе, так и формируется иногда бывает. Вот такое непонятное поджатие, выход и полетели на разворот. Может быть такое. Тем более, зона держит. Закрытие ниже нет. Но и закрытие выше четвертины нет. Поэтому продавать пока... Ой, покупать пока не рекомендуем. А вот о продажах подумать отсюда смотрится неплохо. Давайте цели обозначим. Точную котировку возьмем 7.80163. Но предел это 1, 2, 7, 91, 217 тысячи паттерн на продажу. Это, ух ты, биткоин. Красота. Среди бегущих первых нет от неотстающих. Но здесь у нас все по зонам трудно. Мы работаем по неделькам только. Ну, что пока продажи. Продажи, продажи биткоина. О покупках глупо думать. Да, по крайней мере, о среднесрочных покупках. Я не говорю про долгосрок. Но пока по биткоину продажи. Ну и в принципе все. Здесь индекс у нас минимумы обновил. Все. Давайте с кроссами закончим. Все смотрится так достаточно интересно. Сейчас буду готовиться к прямому эфиру. Сегодня немножко пораньше прямой эфир проведем. Всем профита, всем удачи, всем пока-пока.